Библия говорит Это был момент, когда мужчин не было, которые хотели заботиться о людях. Я проводила альфа-курс, и эта группа людей не захотела расходиться. Я не смогла их бросить, и вот 20 лет мы вместе. Церковь растет, много сирот выросли в церкви. Я говорю то же слово, что и вы. К сожалению, пока нет мужчины, который бы любил и хотел вести церковь. Разве я должна бросить людей, потому что я женщина? Это очень тяжелый труд, но бросить людей труднее. Я имею близость с Иисусом и вижу Его руку на нашей церкви. Мне очень хочется знать, как думаете вы, что делать в моем случае. Я служу без всякой церковной зарплаты. Ответьте, пожалуйста, что мне делать? Мне очень важно ваше мнение. Спасибо. Храни вас Бог. Спасибо за вопрос. И очень, конечно, сочувствую и сопереживаю. Я могу отслышать описание того, чем занимается эта женщина. Я понимаю те задачи или проблемы, вызовы, с которыми она сталкивается. Это очень сложно в действительности. Значит, несколько принципов Писания, которые помогают нам здесь увидеть, приложить точную дорожку. Но самое первое, нам нужно признать, что это факт, что Библия говорит о том, что пресвитер – это мужчина. Пастор должен быть мужчина. Библия ясно об этом говорит. И поэтому это то, что установлено Христом. Христос избрал 12 учеников. Там были женщины, которые служили, которые слушали. Мы читаем Марию, Марфу. Мы читаем о женщинах, которые были во время распятия Иисуса Христа. Мы читаем о женщинах, которым являлся Христос, когда Он воскрес. Женщины, безусловно, играют большую роль в устройстве церкви, в служении церкви. Но груз руководства, груз управления, мы видим, очевидно, в Божьем дизайне он возложен на мужчин. Вот это бесспорный принцип, который очевиден в Священном Писании. Некоторые спорят с этим. Они пытаются, например, некоторые люди говорят, «Ну, если Бог дал женщине дар руководства, то значит, Он не зря его дал, значит, она должна быть. Или кто-то должна быть руководительницей. Или кто-то говорит о том, что это было написано в рамках культуры того времени, а сейчас культура поменялась, и поэтому и вопрос женского священства тоже должен поменяться». Так вот, все это несостоятельные оправдания. Если посмотреть на то, что говорит Писание, Писание говорит о том, что Бог в Своем дизайне, в Своем плане, в Своей программе предусмотрел так, что ответственность за руководство церкви должны нести мужчины. Это правило. Вместе с тем, как я уже сказал, что Писание определяет значительную роль и место женщины в ее жизни церкви, в развитии церкви. И одна из таких форм – это диаконисы. Диаконисы, как и общая диакония, помогают пасторам. То есть они помогают пасторам в разных сферах жизни. И одна из сфер, в которой диаконисы помогают – это сфера учения. Они могут помогать учить детей, они могут помогать учить женщин. То есть это диакония, которая в духовной сфере. То есть мы часто диаконии сводим только к техническим сферам. Но в действительности Писание предусматривает тех, кто помогает пасторам в каких-то вопросах духовных. Душа по печенью, женщина помогает другой женщине. Как я уже говорил, работа с детьми, работа с, может быть, группами женщин, учить женщин. Более того, мы видим еще одна должность в Новом Завете, так называемые вдовицы. Вдовицы – это не просто женщины, у которых нет мужей, а вдовицы, которые подтвердили свою зрелость, которые подтвердили свою способность влиять на других. И вот эти люди, они занимали особое какое-то служение или вели какое-то служение, определенное служение в церкви. То есть, исходя из этого, мы делаем вывод, что речь не идет о том, что женщина вообще отстранена от какого-то служения. Нет, она активна, это часть общего улья, всего того тела, организма, в котором множество взаимоскрепляющих связей, и они все достигают Божьих целей. Исходя из этого, мы можем сказать, что в каких-то ситуациях бывают такие обстоятельства, где нет мужчин в действительности, и нет реально тех, кто мог бы взять и понести это дело. Если женщина понимает, что это временно, и она понимает, что вообще нужен мужчина, и она молится об этом, и она ищет, то ей нужно молиться о том, чтобы Господь все это поставил вот в ту форму, которая... То есть, видите, это как временное явление, которое ведет к тому, что мы понимаем, должно быть правильно. Ну, я думаю, что, конечно, допустимо. Я помню хорошо, мама рассказывала о тех временах, когда в сталинское время арестовали всех мужчин. Женщины собирались, и они читали Библию, и они делились друг с другом, они говорили о Писании, и они наседали друг друга. И церковь и выжила благодаря тому, что были такие женщины, которые оставались верными. Вот это, я думаю, общее направление, к которому нужно ориентировать служение. То есть, не нужно ей оставлять этих людей, которые ходят, посещают церковь, продолжают делать то, что она делает? Людей оставлять, конечно, нельзя ни в каком случае. Я думаю, что ей, наверное, я бы спросил, если бы была возможность для разговора, я бы спросил, связывалась ли она с какими-то другими церквями. А есть ли кто-то еще, кому она подотчетна? А есть ли попытки, 20 лет, было ли за это время достаточно попыток, чтобы взрастить, чтобы найти кого-то, чтобы попросить кого-то, чтобы прислали откуда-то из другой местности? Может быть, и были такие попытки, может быть, и были, просто они не привели к результатам. Но вот это те вопросы, которые я бы задал. То есть, вопрос, надо об этом молиться, чтобы Господь послал все-таки мужчину-служителя в церкви. Спасибо, Алексей Алексеевич. Драгоценное спасибо, что были с нами. Оставайтесь в следующей программе, мы поговорим о том, в чем смысл крещения в проруби. Храни вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok